привет друзья с вами киборжик и как вы поняли по названию видео сегодня мы будем бустить ммр на фениксе и не на миде как вы уже привыкли а на харди и у меня в гостях wave и он нам расскажет как же это делать привет киборжик привет зрители так и первый же вопрос почему именно феникс и из чего все началось начал я если ты помнишь феникса ввели с террор-блейдом и в тот момент очень была популярна пушащая астрата пикались разные леканы там шедл шаманы ну и террор-блейд непосредственно и феникс очень хорошо работал против push стратегии он за два своих первых спела мог отпушить линию очень легко крипов всех и он очень хорошо вписывался в пол мои героев так как я играю только в сложной линии а феникс это герой как мне кажется больше для сложной линии чем собор конечно есть escape да поэтому как-то так вот слушай такой вопрос а играл ли ты в первой доте на фениксе нет я не играл в первой доте на фениксе мои игры в первой доте это были их даже условно сейчас у то что дота до называют их мои игры нельзя было доты даже назвать это просто пикали снайперы тролли не было такого понятия как там варды какие-то там все просто через авто атаку шли играли вот такая у меня была первая доте кнопочки там нажимали ну пикались пуджи там какие-то а сколько это вообще в доте в доте я начал играть где-то когда ну три три с половиной года примерно и какого ммр от и достиг максимальный ммр который у меня получилось поднимать это 6500 вот на одном аккаунте а вообще за все время пока но есть ммр система я опнул 5 аккаунтов три из которых продал на 2 я играю сейчас это 6000 pts один аккаунт 2 6500 ну ссылочка на дотобав будет конечно же в описании там же будет и ссылочка естественно на диму давай перейдем уже к самой игре на фоне видна твоя игра расскажи как стоять в харде вот что ты закупаешь как skill build какой у тебя начальная начальный мой закуп он состоит из кольца на броню я покупаю два clarity покупаю вард танго одно и сальву если я вижу что саппорты такие как sky 1 против меня там какой-то дисраптор который спамят постоянно скиллами я не покупаю кольцо я покупаю два танго папу и но это начальный как бы закуп мой по поводу и тем билда он как как правило у меня всегда один я урну беру после урны веял шива рефрешет и кажется это идеальный билд на феникса и я моего домика уже заканчивается когда-то да я могу просто и подтвердить то что это идеальный билд своими играми непосредственно а как качаться качаться макси со второй спелл прокачиваться 1 и ультимейт соответственно луч мы берем только когда мы 1 2 прокачали полностью на 4 как тебе вот сразу про луч вспомнилось многие играют вообще не качалуч а качает плюсики ну какие плюсы какие минусы этого скилл билда ну луч наносит огромный урон плюс вы когда влетаете попадаете птицей например и у вас уже есть урна вот вы влетели попали дай вам кинули птицу урну вы чуть-чуть как бы на дайве назад вас отправляет и вы прожимаете луч как правило это стопроцентный гил какого-нибудь там саппорта или у нибудь тонкого любого героя ну лучше всегда да это хил просто вы просите героев стать например в ряд вы их захиливаете там на full буквально окей и на лучше так как мы разговариваем сейчас про сложную все привыкли же мне смотрели про мид может ты тоже видел видео расскажи как же стоять и вот сложного какие главные вещи у тебя есть по стоянию для меня самые ты но ты есть вот три главные вещи это применимо не только к фениксу это применимо к любому герою который вообще идет сложную линию не вам не нужно видеть вам нужно максимально постараться как бы играть так с его а если вы видите что у вас хоть постоянно хотят убивать постараться не видеть второе это блок крипов вот когда выходят крепы вам нужно настолько хорошо заблочить чтобы как комфортно чувствовали себя на стадии лайнинга чтобы вы могли получать experience это очень важно и третье это то что вы должны заблочить ли ну любой кемп крипов на который идет отвод а у феникса есть дополнительное преимущество в этом потому что вы можете мгновенно закупившись прожать дайв и вы долетаете до места крипов спавна быстрее чем доходит вражеский саппорт это огромный плюс но три такие вот вещи главные не видеть блок крипов очень важен на сложной линии вообще но идеально если вы пропустили ренджевика да это сразу же вытекает у меня вопрос из этого что делать если тебя вот жестоко зонят если же вот прям если совсем если у ты запорол как бы вы ты плохо заблочил крипов например тебе не дали поставить вард фениксу надо вот но максимально пытаться саппортов нас на себя как-то на свою персону грубо говоря чтоб они как можно больше времени тратили именно на вас тем самым вы создаете пространство для своих саппортов у них получается может быть какие-то ганги просто если вы тупо станете по товаром например саппорт увидят что вы не подходите к крипам и что их керри фармит они просто прожмут какой-то смог загангают мид например вам нужно стараться все-таки максимально пытаться ну как-то их развлекать и плюс есть еще такой момент если ну допустим опять же за любого хардлайнера за феникса это тоже можно сделать попробовать где-то в лесах спрятаться там как-то может топором каким-то там проездили деревьями я бываю такие игры когда меня саппорт и но так жестко try hard но ты просто ты ничего не можешь сделать но иногда бывает как-то там пройти между деревья что-то там подъесть лес стать и получать потихоньку экспириенс окей следующий вопрос почему в приоритете выл а не мидас как вот сейчас часто даже на турнирах собирают в харду или мидер да вообще всем я объясню я вижу как бы игру за феникса тогда если вы играете аффенсивно но вы вы постарайтесь постоянно создавать какую-то агрессию снова более тигру вам мидас он никак не помогает вы если вы покупаете вилл вы соответственно просто но бафайте свои скиллы очень жестко но считая резисты уда вы убирает резист вражеских героев и плюс вы бафайте еще свою команду например у вас команде над какой-нибудь зевс там саппорт он или нету что например это огар и соответственно вы и я играю допустим если я больше именно аккаунты да я пытаюсь как можно агрессивно играть и пытаюсь создавать пространство для своего керри чтобы он выфармливал какие-то артефакты и какой-то чтобы мидер мой тоже да как-то комфортно себя чувствовал может быть покупал что-то там всем к нему там саппорты не беда да да и вот тем самым я как бы покупаю такие агрессивные артефакты чтобы как можно лучше агрессивнее зной засну болить эту игру скажем так давай вот раз мы разговариваем про артефакты поговорим про некоторые из них вот почему ты не берешь там меку а еще кстати я дополню немного за медас я я покупку я могу как бы купить медас если у меня все очень плохо или я например саппорт феникс что это один процент от моих игр тем самым получить левел который я нибудь не до получил на лайне при зоне до от саппортов и если я саппорт точно так же я недополучил какой-то левел какие-то деньги выйдя более дорогие артефакты такие короче это исключение из правила это исключение из правил по поводу того что я не собираю допустим меку хекс ну там аганим родофатас я объясню почему вот вот на примере того же родофатаса он по сути вам не дает вообще ничего он дает замедление и чуть-чуть чуть-чуть хп чуть-чуть маны которого мне нужно вас маны и так хватает чтобы вы влетели раздали полностью прокаст вы за те же деньги по сути можете купить тот же вейл например и чуть-чуть добавив да там купив уже какой-то play mail но это выходя в шиву это намного лучше как бы и то же самое например по поводу хикса и смай ну мне кажется феникс это такой герой который огромный ауе урон наносит тем самым покупив рефрешер а не хекс я дублирую соответственно ну как увеличив вдвое этот огромный ауе урон дополнительно пою за в шиву могу дополнительно все скиллы пою за аганим это вообще смешной артефакт вы по сути тратите 4200 золота за чуть-чуть хп чуть-чуть маны какой-то непонятный сейф я вам так скажу за огромное количество игр на фениксе но я не но именно для феникса дайте единственная вижу сейчас как бы немного потенциал этого артефакта именно в этом патче потому что очень часто стали пикать дума он как бы в каждой игре соответственно задумив там до какого вашего керри налога п вы можете его пациент но это такой сомнительный сейф вы за эти деньги покупаете ту же мекку и тот же вилл вот представьте вы или допустим вы добавляете 500 золото вы покупаете шиву насколько разница да против по поводу мекки еще я могу сказать что там есть небольшой такой нюанс когда вы покупаете мекку соответственно вы уже не играете столь агрессивно вы больше в дефенсивного такого феникса но это как бы не не моя немного тема команды ходить там но понимаешь с командой в ты с виллом будешь очень жестко убивать но еще есть небольшой минус когда ты покупаешь мекку у тебя есть выбор тебе нужно мекку прожимать по тому таймингу которую ты покупаешь после того как ты взорвался на яйце потому что если ты влетаешь прожимаешь птицы жмешь мекку у тебя не хватит маны на ульта да тебе постоянно надо иметь манга какое-то в инвентаре вот такой еще нюанс давай поговорим все-таки против кого стоит пикать этого героя против кого не стоит я думаю наверняка бывают такие случаи но я скажу так что есть герои против которых неприятно стоять есть герои против которых невозможно стоять именно от новичкам я бы не рекомендовал категорически пикать против ускара против сайленсера и skyras а когда отбывают сайленсер skyras они вдвоем допустим заходят но все-таки нужен какой-то нужно наиграть игр много чтобы понимать как вы должны действовать по из керри скажем так вот джиггернаут не очень скажем так но не то что даже сложно просто он мгновенно снимает бафы дебафы точнее которые ты на него вешаешь крутилкой плюс у него есть еще хил да даже если ты от и он там как-то потратил хилку ты очень про дома или допустим блэйд фьюри потратил ты очень продамажен поставил хилку захилился да ну и еще могу добавить антимага потому что он имеет огромный magic resist плюс у него есть escape да ты не сможешь его на лайне убивать от джиггернаута хускара антимага как бы ты не сможешь убивать плюс неприятные очень саппорты это от сайленсер disruptor sky раз опять же вот я бы не рекомендовал пикать феникса если вы не знаете точно как себя вести вот и из этого всего вытекает что же ты посоветуешь новичкам которые хотят играть на фениксе по твоей страте новичкам но опять же можно коснуться трех правил да не видеть стараться максимально не видеть но не умирать потому что лучше вы просто дотерпите до 100 лавала ни разу не умираю позовете саппорта на line например любого пусть это даже будет какой-то рандомный рубик 2 вы залетаете он лифтит героя под ваш ультимейт вы разрываетесь вы сто процентов делаете киев соответственно вард надо ставить когда вы играете на сложные блочить кэмпы ну вы не даете фармить саппортом они тратят опять же центре не факт что они разблочат ваш вард вообще с двух центре бывает разная да ну и третья максимально надо постараться заблочить крипов так застопать чтобы ренджевик проходил чтобы максимально комфортно чувствовали себя на лане ну плюс я думаю стоит посоветовать наиграть минимум 20 но это меня и еще такой очень как бы как для меня мне кажется это очень большой такой момент что вы должны понимать сколько наносит ваш урон проблема фениксов то что которые ну допустим они не часто играют на героне не понимают сколько наносит урон а это она это очень важно если вы хотите играть на этом герое достаточно хорошо чтобы вас получалось вы должны понимать да вот допустим у вас но я приведу примеру а 6 лэу у вас в три птицы в 2 дайв например и ультимейт да есть вы должны знать что ваша птица дамажит 200 урона без учета резиста на третьем левеле фарберс ваш дайв дамажит на втором левеле 120 как ну дебаг висит на протяжении четырех секунд точно так же как и второй спел и ваш ультимейт дамажит например там но не например а 360 на первом левеле урона на протяжении четырех секунд и вы этот урон сложив вы уже понимаете точно врывай вы за врыв убиваете или нет я бы как бы рекомендовал еще игрокам понимать сколько они урона наносят они просто влетать и ну и соответственно попадать птицами это очень важно так как и вы попадаете вы можете вы не даете убить себя свое яйцо и плюс это огромный урон в общем я считаю что для краткой экскурсии по фениксу в принципе этого достаточно и если ребятам понравилось то они могут переходить по ссылкам в описании смотри твой твич как ты играешь на фениксе и других персонажах возможно обращаться к тебе за бустом или за обучением стоять в той же харде и если у них есть вопросы писать в комментариях то есть подписывайтесь ставьте лайки пишите в комментариях с вами были киборджики wave after wave всем пока всем пока